Приветик пухни в пакетик Моя невеста, ты моя невеста Ты меня опять провоцируешь, чтобы я задал тебе вопрос В ручках которого ты будешь такой, типа, ммм Ну, свадьбу я тебе отведу Нет, ты порос, пикадин Сюда иди Я не такая тупая, как вы думаете? Но лишь я сделала больно и покинула Отдельный чат по концертам, отдельный чат по проектам Не хочу, отстаньте, пожалуйста Я не смогу это скрыть, но минимум двое Были твои губы А представьте, что будет с ним, если он выведет А что будет со мной? Скоряк, звоните сразу же, я вас прошу Твоя песенка спит, колонки молчат Я сделала больно и покинула чат Вокруг тебя много нормальных диктчат Но лишь я сделала больно и покинула Чат-чат, чат-чат Чат-чат, чат-чат Покинула Чат-чат, чат-чат Покинула Чат-чат, чат-чат Чат-чат, чат-чат Погинулась Погинувась Олежек, сыграй solo, а мы пойдем туда В подкаст мы пошли ЧАРТ ЧАРТ Покинула ЧАРТ Покинула ЧАРТ Я погинула ЧАРТ Не покинула ЧАРТ ЧАРТ Не покинула ЧАРТ Ты никогда не покинешь ЧАРТ В ближайшее время О, так приятно слышать твой голос в ушных манитёрах. Да, мы готовились к твоему приходу. Мне нравится такой. Всем привет, друзья, пока там Клава ищет что-то в телефоне, наверное, тексты своих песен. Или, может быть, читаю сообщения от поклонников. А, это мы позже узнаем. Ребят, всем привет, особенности тем, кто пришел прямо сейчас от шоу «Плохие песни». Короче, сегодня, в преддверии Нового года, мы решили вот так вот по всем практически каналам пройтись. Нифига себе, про всем практически. Но если про всем мы пройдемся, то, конечно же. Ну, я вообще в новогоднюю ночь буду почти везде. И на «Голубом огонечке», и на «Песне года», и на «Музыке первого», и на «Муз ТВ». Короче, я буду везде. И на «России», и на «Первом канале». Я об этом с тобой обязательно поговорю. У меня к тебе масса вопросов по этому поводу. Прямо сейчас я всем нашим подписчикам хочу сказать сегодня новогодний выпуск, предновогодний выпуск. Сегодня последний выпуск, выходящим в 2021 году. И мне символично, что моя подруга сегодня здесь, с нами. Потому что я, когда мы придумали «Музлофт», звал ее очень давно. Но напряженный график, гастроли. Она говорит, «Статьяна, я приду, я приду». И вот сегодня мы ее выцепили. В ночь мы уходим, пишем сегодняшнюю программу. Сейчас 12 ночи, через 5 часов мне уже выезжать из дома в Аэропорт. Ты летишь? Лечу. Куда? По работе. По работе. В Европу. В Европу? Да. Круто. Я вас прошу поставить вот в уходящем году, последние в уходящем году лайки, дизлайки. Комментируйте, поздравляйте нас с Новым годом, всех поздравляйте с Новым годом. Пишите плохие комментарии, потому что в этом году очень плохие комментарии. Пишите все, что хотите, я обязательно потом это отвечу уже в 2022 году. После этого выпуска переходите на канал Slow Slow Co и смотрите шоу «С нами плохие песни». Друзья, это Музлофт, мы продолжаем, и у нас сегодня в гости. А вы кто? Мы твой кэшбэк по карте халва, и мы к тебе вернулись. Халва – это одна карта для всего. Рассрочка от 10 месяцев или кэшбэк до 6%. Бесплатные переводы и обслуживание. Доход на остаток до 10%. Да, достали. Знаешь чё? Моя хорошая, мы решили сегодня, раз уж новогодний выпуск, создать такое небольшое новогоднее настроение. Я вижу белый хлеб, я вижу красную икру и масло. Это всё, что мне нельзя. Но ради тебя я так хочу что-то съесть. А почему тебе нельзя? Скажи мне, пожалуйста. Во-первых, я слежу за здоровьем, за фигурой. Так. Белый хлеб, пшеничная мука у меня не очень. Масло – это молочка. Молочко не употребляю. Не употребляешь? На красную икру у меня просто аллергия. Но один бутербродик… Я покормлю вас. Я покормлю вас. Матушка, оставь. Оставь. Оставлю. Тут очень много, на всех хватит. Давай тогда для музыкантов будем потихонечку делать бутербродики. Матушка с любовью. Новогодний. Матушка с чистой руки. Прекрасно. А у меня ноги. Поэтому эксперимент в Музлофт продолжается. Хорошо. После шоу «Плохие песни» вот я хотел как раз к этой теме давно с тобой хотел поговорить, как отреагировали родители на то, что ты там сделала. Потому что моя мама, когда вышло шоу «Плохие песни», она с ума сошла. Она с ума сошла. Я был в Геленджике как раз в этот момент. Я просыпаюсь, она говорит, я сплю в своей комнате, она на кухне говорит «Проснулся?» Я говорю «Да». «Всё, да, иди». Я такой захожу. Она говорит «Это что такое? Ты почему себя позоришь на всю страну?» Да, у меня тоже такое было. Я говорю «Мам, ну ты понимаешь, сейчас это модно, сейчас типа это какой-то…» Масло должно подтаять. Масло должно подтаять. Да. Я говорю «Мам, это сейчас модно, поверь мне, пожалуйста». Она говорит «Стас, ты же портишь себе репутацию». Я говорю «Ну, наверное, вряд ли». И потом, да, 12 миллионов просмотров. У тебя как мама отреагировала? У тебя мама клёва, кстати, если не познакомился. Короче, слушай, ну у меня на самом деле были уже до этого плохие песни, такие как «Мне пох», «Зая», «Влюблена в мудака». То есть это всё вышло уже два с половиной года назад. И, конечно, для меня, в принципе, мат не свойственен в моём общении ежедневном. Я очень редко, когда произношу что-либо. Но вот ради искусства, ради наших других подписчиков мы вот так вот шутим и прикалываемся иногда зачастую. Вот. Родители у меня это всё понимают, поскольку я не злоупотребляю этим. И практически нигде публично и, в принципе, даже как-то лично. Но я не слышал от тебя лично, и я не слышал никогда. Если я могу сапожить, то ты нет. Да, я не ругаюсь. Я считаю, что всё-таки женщину, девушку это всё немножечко не красят, но из себя святошу я тоже строить не буду. И поэтому иногда я могу приколоться в классной компании, пошутить, спеть и абсолютно не кривить лицом при этом. Мы все люди, мы все как бы ругаемся, мы все живые, поэтому если ты ругаешься матом, это не делает тебя плохим человеком. Абсолютно. Поэтому мои родители это понимают. Конечно же, это неприятно слышать. Даже мне в записи это не всегда приятно слышать, уже не говоря о моих там родных. Но мы всё прекрасно понимаем, да и я уже взрослая девочка. Так что... А я помню тебя, когда ты пришла, по-моему, три года назад. Вы же были, когда шёл «Ночной контакт», Клава пришла совсем молоденькая, совсем такой непопулярной, только начинала своё восхождение. В чёрной фуражке. А, я помню это, я помню это. Вы даже так запомнили, что я была в фуражке? Реально? Мы смотрели только на фуражку. Больше смотреть не на что было. Сегодня это человек, который вот пишет песни, и знаешь, всё, в чарты постоянно залетает. Ну ладно, у нас сегодня новогоднее настроение, всё-таки с Новым годом, ребята. Да, с Новым годом, ребята. С наступающим. Мы делаем икорочку для вас. Да, вот первый пошёл. Бутербродик от Клавы Коки. С тобой точно ничего не будет? Давай ты в конце программы попробуешь, иначе я потом скоряк буду вызывать. Я хочу ребятам, они там меня попросили, я им приготовлю. Хозяюшка. Да. Я так давно ни для кого не готовила. Так. Так, вот, а нет, ну да. Не провоцируй меня на тему. А мой, я тебя не провоцирую. Что ты хотела сказать? Да, вспомним Новый год. Вот какой у тебя был Новый год в детстве? Каким ты его запомнила, живя в славном городе Екатеринбург? Ой, у нас Екатеринбург. В Екатеринбурге прекрасно был Новый год. Я же из многодетной семьи. И мы всегда, у нас это семейный праздник. Мы собираемся всей семьёй, съезжается родня. Мы в нашей квартире наряжаем, естественно, ёлку, вырезаем эти снежинки, наряжаем, украшаем дом, покупаем всякие вот эти вот огонёчки и всё остальное. И поэтому с Новым годом у меня ассоциации очень приятные. Мы всегда делали друг другу подарки на Новый год. И плюс до 14 лет я верила в Деда... Ну, наверное, до 13-12 я верила в Деда Мороза. И всегда была такая интрига, что же мне подарит Дед Мороз под ёлочку? Серьёзно? То есть был какой-то небольшой презент от родителей. И Дед Мороз что-то ещё дарил и клал под ёлку. И для меня это был прям самая, наверное, главная интрига за год. Вот, когда ты утром просыпаешься, вот очень поздно ложишься, утром просыпаешься и прям бежишь к этой ёлке, чтобы посмотреть. А ещё, если повезёт, открыть ещё подарки брата и сестры и посмотреть, что им там тоже подарили. И спеть песенку «Маленькая ёлочка, холодная земля». Да, я же ещё, ну, у меня всё детство связано с песнями, и поэтому все эти новогодние песни мы пели и дома, и на хоре, и в школе, и во дворе. Вот, поэтому... Давай вспомним хотя бы одну новогоднюю песню. «Голубые огоньки» же ты явно смотрела. Смотрела, но, кстати, не все. Прям в детстве, знаешь. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? За тобою бегала Дед Мороз, Пролила немало я горьких слёз. Ну-ка, давай-ка, Плясать выходи. Ай! Нет, Мороз! Нет, Мороз! Нет, Мороз! Погоди! Ждёт твоих подарочков, ребятня, И тебе достанется от меня. Наконец, бывают все мечты, Лучший мой подарочек, Кока, это ты. А ну-ка, давай-ка, Плясать выходи. Нет, Мороз! Нет, Мороз! Нет, Мороз! Погоди! Спасибо, ребята! С Новым Годом! С Новым Годом! Такой кайф! Кайф! Ты знаешь, что я всё детство проводила на репетиционных базах? Просто сдавала комнаты? Нет, 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 мы репетировали, я играла в трёх или в четырёх рок-группах, причём на разных инструментах. В одной я играла на барабанах, в другой я играла на фортепиано, в третьей играла на бас-гитаре, а в четвёртой я играла и на клавишах, и на гитаре. Какой прямо сейчас инструмент ты нам продемонстрируешь, если у тебя лежит? Любой. Любой? Вообще любой. Давай. Какой? А какой хочешь, пожалуй, ребята, всё вступит. Бубин, Олег предлагает тебе бубин. Ну, бубин — это самое лёгкое. Ну, давай барабаном, мне кажется, весело будет. Валер, упусти, пожалуйста, клаву. Ну, я уже, конечно, не играю, там, сколько, больше десяти лет я не играю, но... Ты когда в последний раз в кадре появлялась, сидя за барабанную установкой? Не помню. Ну, вот в музлавте всё возможно, просто мы здесь не вылизываем музыку, а просто попробуй. Я уже разучилась немножко, но я попробую. Давай. А есть что-то подложить мне под юбку, чтобы я могла ноги раздевать? Есть, говорит, что-то подложить под юбку, чтобы я могла ноги раздвинуть? Вот так вот. Неожиданно. Я переживаю, чтобы мне ничего не было видно. Так непривычно. Прикольно тебе? Ну да. Ты начни что-нибудь, может, ты что-то знаешь, а парни тебя поддержат. Ну да. Мы укадаем песню. С двух ударов. Я попробую сейчас какой-нибудь соло вспомнить. Давай. Сейчас. Я уже не помню, как-нибудь. Диамидор. Юбка видна, подожди. Да не видно ничего. Крусы видны. Вот так я сейчас. Сейчас. Настоящий барабайщик. Давайте, что-нибудь, пацаны. Сейчас, давай. Класс. Я тебе больше скажу. Так. В детстве, когда мне было... А меня слышно? Слышно. Когда мне было 14, я банчила и преподавала барабаны за 100 рублей в час. Вау! У-у-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Соприкасаюсь к музыкантам, мы что-то можем там поджемить, поэкспериментировать, никуда не спешить, потому что в моей жизни очень не хватает такого размерного ритма, когда ты можешь просто заняться чем-то приятным, когда ты не в узниках вот этих вот дедлайнов и всего остального. Прекрасное новогоднее настроение. Давай вспоминать какие-нибудь новогодние красивые песни, которые бы ты с большим удовольствием спела. Ты пой, а я буду мазать. А, даже так? Да, запросто. Ну давай Last Christmas. Last Christmas. Last Christmas. На небе свет звезд и чё-то там-дам экраны больших огней. Если ты сегодня здесь с нами, обязательно подпишись на канал. Стасик, просто Акаш. Стасик, с днём рождения тебе. У меня 14 января, день рожденье. Как раз после нового года. Ты записти мне! Last Christmas. I give you my heart. But for very next day you get it away. This year to save me from tears. I'll give you to someone special. My glass. Видишь, насколько я заработалась на корпоративах, что я путаю день рождения с Новым годом. Но ты же на корпоративах не поёшь чужие песни. Да, кстати, не пою. А давайте ещё какую-нибудь новогоднюю песенку вспомним с таким хорошим настроением. Знаете, я сейчас как дома на кухне сижу, только вместо жены Клава сейчас вот в нашей музыкалочной. И какую-нибудь песенку споём. Музыкалочной. А давайте вспомним гениальную песенку «Пять минут». Это какая там песня? А? «Пять минут, пять минут, это много перемой». Да, это же... Я вам песенку спою про пять минут. Эту песенку не задушат, не убьют. В основном города весёло, Дед Мороз придёт весёлый. Я спою про пять минут. Пять минут, пять минут. Бой часов. Много и мало. Пять минут, пять минут. Чтобы всё начать сначала. Дальше мой текст. Ты наденешь свой костюм, ну а ты наденешь платье, только этот Новый Год. Встретим мы опять в салате. Пять минут, пять минут. С Новым Годом, друзья! С Новым Годом! С новым счастьем! Класс! Надо вспомнить тексты всех новогодних песен, кстати. Да, если что, мы залазим в телефон и с большим удовольствием споём ещё какую-нибудь песенку. Может быть, Абба, Хэппи Нью Ир? Это же известная песня. Ну, да. Давайте. Вот текст Абба, Хэппи Нью Ир. Сейчас мы найдём её? Найдём найти текст? Да. Многие говорят мне, что я похожа на солистскую группу Абба. С языка сняла. С языка сняла, да? Сейчас только хотел сказать. Сейчас я найду текст, подожди. Да, причём на чёрненькую. На чёрненькую? Я нашёл на английском, на испанском, прикиньте. Абба, Хэппи Нью Ир Абба, Хэппи Нью Ир? Я впервые в жизни пою эту песню. Это круто. Впервые в жизни. Кайфово поёшь. Спасибо. Живьём поёшь. Ну, стоп, хорошо, спасибо, Ле. Ребята. Спасибо. Если вам нравится, прямо сейчас ставьте лайк. А я пока сделаю праздничный бутерброд для наших прекрасных, талантливых музыкантов. А пока Клава делает бутерброд, я хочу спеть песню, которая называется «Если снежинка не растает». Давай. Давайте. Тоже же классная песня. Олежек завёлся почему-то. Олег, почему? Ты любишь эту песню? Я люблю снежинки. Ты пока вспомни какую-нибудь новогоднюю, может, историю интересную. Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль, Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желанье загадай. Смотри с надеждой в ночную силу, не крепко ладонь сжимай. И всё, о чём мечталось, спроси, загадывай и желай. И Новый год, что вновь растает, Исполнит вмиг мечту твою. Если снежинка не растает, В твоей ладони не растает, Пока часы двенадцать бью. Пока часы двенадцать бью. Два бутерброда ждут вас, мои прекрасные друзья. Передашь? Забирайте. Уважаемые продюсеры, Моушн-дизайнеры, Блогеры, дорогие коллеги и контент-мейкеры. Этот год был сложным для нас, Но мы преодолели с вами все трудности И сняли много интересного контента. А куда деваться, ведь мы живём с вами В бурное и динамичное время И постоянно используем в своём творчестве музыку. Но сейчас наступает 2022 год. И для достижения самых высоких целей И честного правообладания Я настоятельно рекомендую вам Новую современную платформу Айпекс. Пусть сбываются мечты Музыка, тексты, изображения, фотографии Всё необходимое в новом году Вы сможете найти на платформе Айпекс И в кратчайшие сроки Получить лицензию на выбранный материал. А если вам нужна музыка, То десятки музыкальных лейблов, Сотни саунд-продюсеров И тысячи исполнителей Уже разместили на витрине Свою интеллектуальную собственность Для ваших уникальных проектов. Порадуйте себя и коллег в эти праздничные дни. Просто зарегистрируйтесь И подберите нужную композицию и уже Через пять минут сделка будет совершена. А вы получите все документы в электронном виде. Будьте здоровы, дорогие контент-мейкеры. Пользуйтесь только лицензионной продукцией И пусть вас минует бан и страйк. С Новым Годом! Вчера ночью в треть часа. Я не сплю. Черт возьми, у меня тоже напряженный график. Я смотрю, твои бутерброды Мне почему-то грустно, они такие уродские. Стас, лучше меньше, но лучше. Ты знаешь, После того, как ты поедешь в Европу, Поверь мне, Вот этих пять пылесосов сделают свое дело, На которое находится сейчас. Я буду тогда аккуратно делать. Клава, значит, позвонила мне где-то в три. Не помню, написала смс-ку. Типа, Стасевич, спишь. А я в это время не спал из напряженного графика. И такой, говорю, да нет, я не сплю. И я обращаю внимание часто, Что я тебе посылаю смс, Ты можешь ответить через три, через четыре дня. Можешь прочитать сразу, Можешь не прочитать сразу. И я такой думаю, Блин, ну неужели ты вот сходишь с ума От огромного количества внимания к тебе, Твоих друзей, твоих знакомых? Или просто ты вот, Ну вот так относишься к сотовому телефону? Или такой напряженный график? Ты не боишься перегореть, дорогая моя? Я очень не боюсь этого, на самом деле, если честно. Просто я практически всегда на связи. Но в первую очередь я решаю прям супер рабочие срочные вопросы, Которые мне присылают, Потому что приходится очень много всего контролировать И за многие вещи отвечать. И, как правило, на данный момент мы просто... Это странно, но я постоянно работаю, Но при этом я постоянно что-то не успеваю, Мы постоянно горим по дедлайнам. Поэтому в первую очередь я всегда разгребаю что-то, Что касается срочных вопросов в плане работы. К сожалению, только потом я отвечаю своим близким и родным, И даже там родителям, понимаешь? И в этом есть определенные, конечно, минусы. И мне хотелось бы чаще быть на связи, И чаще отвечать. Но опять же, раз на раз не приходится иногда. То есть я свободна, я могу быстро что-то ответить, Быстро там созвониться и так далее. Но бывает такое, что у меня сообщение копится, На которое, знаешь, я не ответил сразу. Потом проходит там 2-3 дня, У меня наконец-то появляется время, И я начинаю всем отвечать. То есть я никогда не оставляю сообщение без ответа, Но я могу просто ответить позже. Какой я в списке у тебя? Вот просто скажи, топ-10 есть? Честно только. Топ-20, топ-30. Топ-10 это все рабочие чаты. И то у меня чатов штук, наверное, 15. Только чатов. Еще есть личные переписы. Ненавижу чаты. У нас есть чат, допустим, по рекламе. Это отдельный чат. Отдельный чат по концертам. Отдельный чат по проектам. Отдельный чат по контенту. И типа это бесконечная история. И по пиару. Ну то есть очень много всего. И поэтому, когда ты заходишь, Ты все это смотришь. И что-то параллельно находишься на каких-то съемках, На каких-то концертах. Понятно, что ты не можешь постоянно отвечать. А еще, знаешь, если ты кому-то сразу ответишь, Тебе сразу еще будет ответ. И тебе надо еще сразу ответить. И в этом есть вот эта вот, конечно, сложность. И хотелось бы быть больше на коннекте. Но не всегда получается. А нет у тебя элемента раздражения? Вот такого, что типа тебя хотят все сегодня? Нет. Контент с Клавой Кока? Да. Реклама сюда. На программы сюда. Зовите сюда, сюда, сюда. То есть насколько тебе вот... Бывают моменты, когда... Блин, все, капец. Не хочу. Отстаньте. Пожалуйста. День. Телефон выключить. И все. Конечно, бывает. Бывает. Вот у меня недавно такое было. Я приезжаю домой. Опять где-то в полпятого. У меня очень мягкий ковер в гостиной. Я лежу на нем. Не могу встать. На ковер? Да. Не могу встать, чтобы переодеться, помыться. Я понимаю, что мне надо... Все, что мне надо сделать сейчас, это, блин, снять с себя одежду, умыться и лечь в кровать. Все. И я как бы уснула. А я не могу. У меня просто нет сил. И в такие моменты тебе так грустно становится, что ты вроде пытаешься делать все, чтобы решить все дела и вопросы, но они как будто бы копятся бесконечно. И это непросто зачастую бывает. А я прошу прощения, это правдивая была информация. Я недавно... Ну, как недавно? Давно, что Клава попала в больницу, что-то переберла. Ой, да, это постоянно. Я вчера была в больнице, случайно. То есть я постоянно, я уже, знаешь, как будто мне... Как будто мне уже... В больнице, дом родной. Ну, да. Ай, блин. Так, короче, я сделала вот таких два красивых бутерброда. Смотри. Так. И я хочу их передать. Ребятам-музыкантам. Передашь им? Вы понимаете? Спасибо, кормилица. А вы недооценивали нас. Смотри, твои бутерброды никто не берет, кстати, да? Я потом их обязательно раскидаю по всем. Раз уж заговорили мы с Клавой о работе, последняя песня твоя новая, «Катастрофа». Споешь с ребятами? Конечно. Немножечко. Ты знаешь, я эту песню еще нигде никогда не пела. В живьем. Ну, то есть я не выступала с ней ни разу. А у нас тоже ребята никогда не играли ее живьем. Супер. Давайте тогда соединим наши. Я пойду тогда на сцену? Давай, сходи на сцену. Ну, как дойдешь, набери мне, чтобы все хорошо. Хорошо, я хочу тоже небольшую пометочку для тех, кто нас смотрит. Мы вообще типа не репетируем. Это просто реально рождается на площадке. Просто, наверное, многие думают, что мы тут там сидели вчера, позавчера, думали, как это все сделать. Нет. Так я, Клав, ты же не смотрела «Музлов», и поэтому я тебя звал, чтобы просто пообщаться, поговорить о хорошем настроении. Здесь неплохие песни. Здесь, ну, я хочу по душам. Наконец-то повод хоть с тобой поговорить о твоей жизни, о том, что у тебя происходит. Что, катастрофу кто написал? Я. Ну, я со своими музыкальными командами. Почему Пахмутова, Олег? Ну, что, давайте? Давайте. Так вон у тебя сзади целый оркестр им командуют. Такая стропа твоя. Никому никогда так. Пароль и логин. И ты взломал мое сердце, как будто прогул. Дэм, джейс, я в арепи тревогу. В плече мигалки летит, чтобы потрогать. Меня потрогать, твои планы. Рву я на куски, вылюблю тебе мозги Питание ходит одна, так может сходим в кино А может сходим с ума, я катастрофа твоя Спасайся, если это война Сдавайся, поворот и туда Мы худшие, холодная, никого никогда Катастрофа твоя Спасайся, если это война Сдавайся, поворот и туда Мы худшие, холодная, никого никогда Катастрофа твоя Все? Катастрофа? Я катастрофа твоя Пойдем, катастрофа моя Никого никогда Я катастрофа твоя Я катастрофа твоя Никого никогда Класс. Все на импровизе. Все без репетиций. А на каких песнях ты выросла? Мне интересно, ты же в современной, в истории поешь, ты в тренде всегда. Я, знаешь, очень много здесь обсуждал по поводу современной музыки. И уже в какой-то момент смирился, что музыка, она разная. Она прикольная. Главное, чтобы она была настоящая, спета живьем и так далее. На чем ты выросла? На каких песнях? На самом деле я вообще никогда не слышала русскую музыку. Абсолютно. То есть я выросла. Элтон Джон, Абба, Линкен, нет, ну Линкен Парк был уже попозже. Ну выросла. Майкл Джексон. Мы очень любили Квин. Мы слушали Black Eyed Peas. Мы любили Питера Габриэла. Мы слушали Мадонну. Она говорит, мы, прикиньте. Нет, это клево. Она говорит, мы слушали. С семьей. У нас дома были огромные колонки. И у нас всегда играла музыка. И совсем недавно мы нашли видеокассеты с записью тех времен. И любую кассету ты включишь, абсолютно любую, на любое у нас играет музло. И причем играет суперфирменное музло, которое там в 90-е было сложно достать. Папа там вкидывал все бабки в эти пластинки и в диски, чтобы у нас играла вот хорошая музыка дома. Хорошая музыка дома. Потому что тогда этого было очень мало. Фразы классные. Да. Тогда это... А у папы остались виниловые диски дома? Конечно, да. Блин, я фанат. Ну нет, много виниловых пластинок у него украли. У него была большая очень коллекция. То есть он мог там купить пластинку за столько денег, сколько стоило, например, снимать целую квартиру в месяц. И он там мог жить, знаешь, непонятно как, но у него была пластинка. Круто. Как-то так. Ты так это с вовлеченностью рассказываешь? Ну, конечно. Это очень круто. Я очень благодарна, потому что это мне привило, конечно, любовь к музыке. И, возможно, во многом благодаря этому я потом стала писать. И когда ты понимаешь, когда ты вырос на русской музыке, у тебя по-другому рождаются мелодии. А когда ты вырос немножко на другой, у тебя абсолютно по-другому складываются ноты в песне. Скажи, у нас разная музыка вообще. Российская, западная. Да, русская, западная музыка. Это вообще две разных категории. То есть до 13 лет я пела только на, даже до 14, только на английском. И чтобы мне научиться петь на русском, извлекать звук правильно, мне потребовалось несколько лет. Даже вот так я тебе скажу. А что вспомним из того времени? Вот что мы можем спеть? Какую песню? Если сейчас что-то в голову тебе впридет. Может быть, Элтона Джона из «Короля льва»? Кто-то знает хотя бы, что бы под рояль хотя бы? Сейчас, Ваня, у нас все. Нифига! Вань, сыграете? С Клавой споете? Куплетик-припев. Текст ищешь? Сейчас я найду, да, текст. Слушай, круто! Вот сейчас, да? Да. Супер. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стас Конец Классная Какая ты классная подруга Я классная? Да Спасибо Ну такой сейчас флэшбэк в детство Окунула тебя? А если мы сейчас вот с Олегом, с Горбаком, с нашим трубачом сыграем с тобой в условную угадай мелодию, вот угадай мелодию того времени, он тебе будет играть семь нот. Интересно, вот угадаешь ты песни того времени или нет? Как раз на этих песнях мы выросли. Олег, семи нот начнем? Давай. Я люблю тебя, Дима. Браво, браво. Слушай, ну песни про Диму ж я знаю, ты прости, конечно. Споем препятствовать ее? Я люблю тебя, Дима, что мне так необходимо. Ты возьми меня в полет, мой единственный пилот. Я люблю тебя, Дима. Пусть крылатая машина, записая в вышине, не забудет обо мне. Класс. Ну что, ты думал, песню про Диму я не знаю? Ну, ты слушал иностранно. Ну, ты меня опять провоцируешь, чтобы я задал тебе вопрос. Я тебя не провоцирую вообще. Я просто спросила. Ты же сам сказал песню про Диму. Почему ты знаешь? Ты же, я все песни Димы, я... А. Ну ладно. Ну и все, я молчу. Я ничего не говорю. Следующая песня. Прощай, цыганка, сэра. Споешь? Прощай, цыганка. Тональность пониже. Ниже, ниже тональность. Прощай, цыганка, сэра. Че-то там такое, че-то там было еще. Прощай, цыганка, сэра. Знаю, что не будет в сердце любви. Но не будет, не будет ее. Цыганка, как бы она жестоко, нас развела судьба. Цыганка, как одиноко, стало мне без тебя. Без тебя. Какая сложная тональность. Вот мелад записали песни, а какие. Вообще, да, это сейчас чак-чак-чак-чак-чак. Это сейчас чак-чак-чак-чак-чак. Она понимает, что она поет. Следующую песню. Давай. Помнишь ее? Играла? Да, я тебе больше скажу. Я когда пела в хоре, мы эту песню пели, но на русском языке, когда нам нужно было ее посвятить городу. Вспомнишь сейчас припев песни? На русском? Да. Нет, я не помню. Не вспомнишь? А, я помню, типа. Давай, спойте. Нет, я не помню. Я не вспомню. Я вспомню про твой город. И петь не пристало. Размах не тот, да и зрителей мало. Вот пригласили бы нас на бога мы. От счастья пела бы тогда с нами. Мама, 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 Мария, мама, 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 мама. Тот, кто пришел из плохих песен, вот там мы попробовали формат музлофта и очень клево ты начала там петь какую-то песню офигенную. По-моему, рюмка водки на столе. И потом она плавно перешла в какую-то другую песню. А, призрач на все в этом мире бушующем. Я к чему говорю? Мне кажется, что люди, которые перешли к нам с плохих песен, они такие думают, блин, а они что такие спокойные? Они такие скучные. А мне кажется... Мне кажется, там же мы типа... Вообще, на самом деле, очень много людей, знаешь, когда встречают в жизни людей всяких известных и медийных, они говорят, мы вас по-другому представляли. Потому что на экране даже вот ты, да, ты у многих ассоциируешься с комедией. И многие, или там Галустян, да, мне кажется, к нему до сих пор подходят и говорят там Равшан, Джамшут и все такое. А мужик взрослый, там уже сколько лет. Вот, это, конечно... Но путают очень многие жизнь. Ну да, да. Мы тут душевные, спокойные ребята такие же. Вот вы как будто с нами сейчас на кухне сидите, и мы вот болтаем с вами, бутерброды делаем. Кстати, надо бутерброды делать. Бутербродик. И, кстати, пока Олег, этот трубач наш, кушает бутербродик, у него рот будет занят. Вместо тебя я знаю, что пародировать, больше не назовешь никак, трубу может Клава. А давай ты начнешь играть, а ребята подхватят песню «Призрачность. Все в этом мире бушующем». Надо еще вот так. «Призрачность. Все в этом мире бушующем, есть только мир, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Похоже на цыганку Сэру. «Призрачность. Прощай, цыганка Сэра». Да хватит! «Были твои губы славными, как вино». А представьте, что будет с ним, если он выведет. «А что будет со мной?» Ты же не пьешь совсем. Не пью, да. Это правда. Хотел у тебя спросить. Не хочу спрашивать тебя о том, сколько ты зарабатываешь. Это неправильно абсолютно. Но мне интересно, куда-то ты вкладываешь вот то, что ты зарабатываешь на сегодняшний день. Ты думаешь о будущем? Ты думаешь о каких-то инвестициях? Я не думаю, я вся в инвестициях. Вся в инвестициях? Круто. Да, много. Ну, как бы понятно, что самое простое — это там недвижимость и так далее. Но еще, конечно, есть инвестиции, акции, облигации, биткоины. А в биткоины вкладываешь? Ну, есть чуть-чуть. Коллега? Я не такая тупая, как вы думаете. Коллега? Да. Биткоин-то упал? Потом, да знаю, потом поговорим об этом. Серьезно? Ах, как интересно поговорить о биткоинах. О биткоинах с Клавой Кокой. Людвиг Ван Биткоин давно умер. Людвиг Ван Биткоин. А есть мысли вот куда-то вообще вложиться в будущем? Какая-то твоя мечта и из серии, может быть, что-то открыть свое? Слушай, пока что такой мечты нету. У меня есть цель касаемо дома для своих родных. В Викате или в Москве? В Москве, конечно. И есть еще хотелки, которые я хочу реализовать, которые стоят дорого. Секрет? Нет? Ну, это все также в основном связано со стабильностью и с будущим и все остальное. Сказать, что я мечтаю открыть свой бизнес, сейчас такого нету. Потому что сейчас я полностью погружена в музыку. И параллельно с музыкой у меня есть возможность реализовывать себя как бизнесмен в том числе. Потому что я делаю многие коллаборации с брендами, где я вот, допустим, вот эти украшения, да, видишь, краш на песне. А я обратил внимание, да, мы когда плохие песни писали, краш. То есть это есть возможность мне творчески реализовываться не только через песни, там, видеоблоги, тиктоки, телек, но и также через какие-то вот такие вот штуки классные. Там, духи, я не знаю, украшения и все остальное. Поэтому пока что я учусь, смотрю, как это работает, вкладываю свою душу. Вот, поэтому как будет дальше, не знаю. Сейчас я полностью, конечно, все-таки погружена больше в музыкальную часть. И все вот эти истории я делаю с партнерами. То есть мы вместе это делаем. Сольное что-то свое. Когда-нибудь, я думаю, обязательно я реализую это. Но не сейчас. Ну, ты правильно мыслишь, в правильном направлении абсолютно. Я уверен, что что-то когда-то будет. А у тебя есть какой-то бизнес? Конечно. Какой? Ну, у меня есть онлайн-университет спортивных профессий, который называется «Спорт-универ», где мы даем современное спортивное образование. Ух ты. Вообще онлайн-образование, это над тем долго можно говорить. Это мы пытаемся привить, знаешь, людям как раз. Вот тебе самой онлайн-образование интересно? Тебе как, оффлайн интереснее заниматься или онлайн? Мне интереснее все-таки оффлайн. Оффлайн. Я, конечно же, имела опыт в образовании онлайн. Мне так тяжелее концентрироваться. И даже, знаешь, когда вот в школе у нас была какая-то дистанционка, как правило, это было всегда неэффективно. Вот. Я очень люблю зрительный контакт. И плюс я еще не любитель вот этих всех историй, когда глючит интернет, что-то нужно где-то смотреть, смотреть в экран. То есть была бы моя воля, я вообще не смотрела бы в этот телефон. Честно. Иногда бывают такие прям желания не смотреть и выкинуть его. Но, к сожалению, большая доля ответственности лежит на моих плечах. Конечно. Бутерброд надо делать тебе, естественно. Я уже сделала три красивых бутерброда для наших. А я, знаешь, когда был шоу «Звезды в Африке», нам утром давали телефон на час и вечером телефон на час. И через неделю я понял, что я могу жить без телефона. Конечно. Прикинь, Клава, ничего не произошло. Ничего. Ничего не произошло. И я какой-то через неделю сказал вообще не давайте мне телефон. Да возьмите бутерброд. Павел, зайдите. Возьмите бутерброд от Клавы. Когда вы еще бутерброд от Клавы возьмете? Красивенький. Ну, с любовью. С любовью. Так, ну, ну, про телефон. И я через день, как, через неделю сказал вообще не давайте мне телефон. И два дня просто его в руки не брал. Это кайф. Я очень бы хотела, если честно, в какой-то момент испытать такой детокс от телефона и от социальных сетей. Все будет. Даже вот у меня был период, по-моему, дней 10 летом у меня там кое-что произошло, и я не выходила в сеть. Вообще практически не брала телефон в руки, и это было... Это связано все с личной жизнью. Ну, в какой-то степени, да. А ты о ней вообще говоришь? Вот мне просто интересно. Я не хочу копать ничего. Ты знаешь, я не любитель говорить о личной жизни, поскольку у меня... Я, знаешь, я перебью сейчас тебя вот на одном моменте. Я просто недавно рассуждал, почему некоторые артисты говорят об этом, да, и спокойно в социальных сетях позиционируют то, что у них есть вторые половины, кто-то меняет постоянно эти вторые половины, как перчатки. Кто-то об этом не говорит. А что плохого говорить о личной жизни? Ничего плохого, это просто выбор каждого. Просто для меня я как человек и так открытый для всех, всем уже, понимаешь. Я уже не знаю, куда еще можно открыться. Мне хочется оставлять какие-то такие личные вещи для себя, дабы сберечь их. Дабы я, знаешь, не тот человек, который разменивается чувствами и отношениями и готов, там, даже не с точки зрения того, что менять постоянно партнеров, но для меня это как нечто сокровенное. Знаешь, вот это как... Ну, это как в церковь сходить, понимаешь. Типа ты не будешь об этом снимать в сторисы, в инсту укладывать. И хочется оставить это для себя, настоящим. К тому же хочется, чтобы во всем этом не присутствовало осуждение со стороны аудитории, не обижало то его человека, который находится с тобой рядом, если он находится рядом. И счастье все-таки любит тишину. Я в этом убеждаюсь каждый раз. Конечно же, бывает, ну, естественно, там, когда я выйду замуж и когда у меня появятся дети, я не смогу это скрыть. Но до тех пор, пока это будет возможным, я буду максимально стараться это оберегать. Как, знаешь, как мамка, которая не хочет показать свое самое родное всем, которая будет беречь это и максимально отделять от чужих глаз и все остальное. Многие выкладывают... Во-первых, это хайп, это прикольная история. То есть прикольно, когда ты с кем-то встречаешься, особенно если это кто-то медийный. Все это обсуждают. Это самая вообще интересная история, кто с кем спит, кто с кем встречается, кто кому приехал, кто от кого уехал. Потом вы долго не выкладываете фотки, все спрашивают, что же это, ты сохраняешь интригу. Я люблю сохранять интригу там в песнях, в каком-то своем творчестве. Конечно, иногда можно намекнуть, можно попрекалываться на этот счет. Я иногда играю, да, со своей аудиторией, могу им там что-то, ну, пошутить как-то так, знаешь, увильнуть от ответа. Всем нравится за этим наблюдать. Если это игра, ну, вот реальные чувства, эмоции и что-то вот, свою любовь я бы хотела сохранить для себя, когда она, конечно же, будет рядом со мной. Блин, я тебя год не видел, ты так выросла. Правда? Клянусь. Серьезно? Серьезно, я просто помню. А ты разве не был на моем днерождении? Нет, я не смог, ты меня приглашала, и я был где-то, я не в городе был. Я был, по-моему, в Челябинске как раз. Ты приглашала на пароход вроде, на... Да, да, да. Да. Я был на всех твоих днях рождения, но на последнем не был. Так, ну и что ты говоришь, я повзрослела? Да. Ты по-другому мыслишь, ты по-другому говоришь, ты по-другому смотришь, ты по-другому себя подаешь. Спасибо. Ты стала, знаешь, как, прости, это какое-то, для меня взрослое слово, ты так, оно, может, грубоватое по отношению к девушке, но ты так заматерела. Вот именно, знаешь, когда говорят, человек за материалом стал немножко... Звучит не очень, да. Звучит не очень, безусловно, но и как есть. А замуж хочешь? Да. А детей? Да, очень. А сколько? Ну, минимум двое. Ну, чтобы был, естественно, полный набор. Ну, очень хочу. Ну, двое, трое, я думаю. Хочешь, чтобы вот муж был из какой профессии, можно сказать? Блин, у меня, знаешь, такое ощущение, что как только я начинаю об этом говорить, я, с одной стороны, понимаю, что хочется, а с другой стороны, как будто я еще к этому не готова, потому что уже, знаешь, обожглась. Хочешь побыть на сцене еще, наверное. Да, я считаю, что это не мешает. Да. Я не считаю, что, знаешь, если тебя человек любит, ждет, ценит, хоть ты работаешь 20 часов в сутки, ты приходишь домой спать час, но ты спишь с ним в обнимку, и, блин, ну, это, это не важно. Ты можешь сутками сидеть дома вместе с ним, и вы будете стреляться друг от друга. Поэтому, ну, человек может тебя поддерживать и на расстоянии, и быть рядом с тобой, и это, конечно, классно, и я надеюсь, что... Когда-нибудь это случится. Ну, да, я немножечко сейчас, наверное, еще закрыта чуть-чуть. Да, пожалуйста, я не тяну здесь из тебя что-то, мы сидим в душу. Нет, не в плане разговора, а в плане вообще отношений. Отношений. То есть, да, там мне нравится, кто-то может нравиться, и я могу с кем-то сходить поужинать и провести вечер и время, но пока не знаю, насколько это для меня серьезно, и насколько я считаю, что я готова к чему-то. Ну, свадьбу я тебе отведу, я тебе сказал. Да, свадьбу ты мне отведешь. Я очень надеюсь. Ну, я жду, когда человек появится в моей жизни, когда все так сложится, знаешь, на сто процентов, когда пазлы сойдутся, и наше время придет. Такая лирическая история. Ты, кстати, вот правда говоришь по поводу, что можно все совмещать, и у меня есть пример, ряд актрис. Я в пример привожу всегда Анюту Хелькевичу. Человек успевает и бизнесом заниматься, и сниматься, и... Да, много. Есть, конечно, примеры. Безусловно. И тут главное найти самого человека, который тебя будет любить, и которого будешь любить ты, и который сможет всю вот эту твою, как ты сказал, заматерелость. Да, матерость. Да, матерость. В ручках которого ты будешь такой, типа, тебе не захочется уже быть такой, знаешь, матерый, немножко черствый, и немножечко в каких-то моментах циничный, и повидавший многое девушкой, вот. Поэтому надеюсь, что это появится. Круто. Я сейчас с ней разговариваю, поймал себе на мысли, что интересно, а вот через 10, там, лет 20 мы будем общаться, какая клава будет, потому что я ее знаю, но вообще только начало процесса. В этой шляпке, как вы говорите, она пришла на шоу «Ночной контакт». Спой, пожалуйста, песню лирическую, Кулюш, мы так с тобой поговорили хорошо о твоих мечтах, о твоих личных целях. Точка. Песня. Она же лирическая, ты любишь ее? Она очень лирическая, она связана со многими событиями, поэтому я... Давайте споем. Да жги, мать! А что осталось у меня? Там, где раньше было сердце просто пустото. А что осталось у меня от тебя, от тебя? Кроме этих капель соли на моих щеках. А что осталось у тебя от меня, от меня? Кроме этих слитых фото в твоем инстаграме. И на все наши красивые строчки ты поставил некрасивую точку. А что осталось у меня от тебя, от тебя? Там, где раньше было сердце просто пустото. Ты хотел... Тут куплет. И... Ты хотел мое время, и сердце я получил, но тебе было мало. А я ловила любовь в человеке, но похоже ее не поймала. Жить кайф на показ, это счастье в кавычках. А я хотела семью, но семья это лично. Это пить борь в стакане, походу твоя привычка. А что тебе еще осталось? Что осталось у меня от тебя, от тебя? Кроме этих капель соли на моих щеках. А что осталось у тебя от меня, от меня? Кроме этих слитых фото в твоем инстаграме. И на все наши красивые строчки ты поставил некрасивую точку. А что осталось у меня? Там, где раньше было, сердце просто пустота. Просто пустота. Там, где раньше было, сердце просто пустота. Кайф. Грустно все это. Ну, на это есть понятие слова творчества. А это тысячи причин. У тебя был пост на тему, я уже не помню когда. Короче, была не была. Вскоряк звоните сразу же, я вас прошу, если что-то не так. Ну, какой был пост? У тебя был пост на тему. Да, во-первых, я с Новым Годом всех еще раз хочу поздравить. У нас в гостях сегодня Клава Кока. Мы сидим душевно, разговариваем. Я понимаю, что у нас совсем немного времени осталось, потому что я хочу отпустить эту девчонку. И чтобы она к нам еще раз пришла, по-любому. По-любому. Ну, только на побольше, чтобы мы с ней могли попеть, пообщаться. Если вы только что... Как это? Я же в интернете. Почему только что? Это же не телевизор. Друзья мои, вы сможете посмотреть, что с нами сегодня. Шоу «Плохие песни». Проходите на канал Slow Slow Co. После вот этой программы «Музлофт». И смотрите, как мы там с Клавой веселимся и материмся. Заметьте, что в программе «Музлофт» мы ни одного мата не сказали. Такие все реально сейчас зайдут, блин, они такие грустные. Что-то общаются там, личные темы, какие-то грустные песни. Да мы грустные. Мы настоящие. Если у вас Клава Кока, то пожары не страшны. И она не уйдет к другому. А в смысле? Если у тебя, если у тебя, если у тебя нет икры, нету икры. Оркестр гремит басами, трубачи выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, жрать или не жрать. Ну так, просто. Я в соцсетях часто натыкался. Про какой пост ты говорил? Рождественский. Великий. Музыкальный юмор, Каламбор. Шутки за 300. Про какой пост? Великий. Боже. Ты выложил однажды, я не помню. А, шоу. Когда ты приходила на какое-то шоу, и тебе наши звезды первой величины говорили, девочка, иди учись. Не место тебе на нашей российской эстраде. А сегодня ты... А послезавтра я с ними пою на песне «Годы» и на «Голубом огоньке». Прикинь? Прикинь? Как говорится, приветик пукни в пакетик. Прикинь? Есть видео, где ей говорят, не будем говорить фамилии, прям звезды российской эстрады, иди отдыхай. И прям выговаривают это в такой форме, что ну типа в некорректной немножко. Что-то хочется сегодня сказать, или что-то кому-то доказать, или просто ну вот, а я, вот, пожалуйста, вот, как-то так. Хочется сказать только одно. Без мата у нас неплохие песни. Спасибо. За мотивацию. За все. Блин, это, наверное, как-то где-то в душе есть такая. Да нет, мне кажется, это классно. Классно? Когда тебе говорят, нет, это классно, это тебя проверяют на прочность, и ты понимаешь, осознаешь важность того, что ты можешь получить или не получить. Расставляешь приоритеты, работаешь больше, либо просто сдаешься и занимаешься чем-то другим, поэтому это классно. И я считаю, что благодаря многим моим отказам и многим моим закрытым дверям я выросла. Ну так и есть. Из-за материала. Безусловно. От слова мат. А когда я тебе звонил, ты мне говоришь, Стасиан, у меня там нету времени туда-сюда, и я такой тебя раз типа подловил, говорю, ага, с Кридом у тебя, значит, есть время, там эти все соцсети забиты, Клава Кока с Кридом стримят. Я говорю, что вы там делаете, ты имеешь в виду стрим? Да. Ну стрим, это когда вы, когда есть камера. Ну я понимаю. Ну так же, как и сейчас, вы просто общаетесь. Я раньше тоже стримила на Твиче. Просто, честно говоря, когда я стримила, у меня просто не было денег, реально. В твои годы? Да, три года назад. Я тогда помогла там бабушке с квартирой, и у меня ничего не осталось, и тогда был сложный период, и тогда, типа, денег у меня вообще не было, потому что я вложила там, и думала, что у меня что-то придет и что-то будет, но ничего не было. И в какой-то момент я подумала, что почему бы мне не начать стримить, это с точки зрения и заработка, и с точки зрения, это офигенная история, что вы становитесь ближе к аудитории. Классная платформа, и я играла там на гитаре, болтала с аудиторией, просто проводила там три-четыре часа вместе. Ну, мне там что-то накидывали, для меня это, конечно, было, ну, это не какие-то большие деньги, там, могли накидать тысяч пять или десять, но это все равно очень мне тогда выручало. И плюс ко всему я очень круто проводила время. Так вот, и Егор, значит, делает стримы, он может играть в какую-то игру, либо просто общаться с аудиторией, либо просто смотреть тиктоки и так далее, просто побыть дома и провести классное время. И иногда просто он мне говорит, давай что-нибудь вместе сделаем, вот, и несколько раз мы вместе стримили. Ночью уходите, не, чтобы спать, ты и стримишь, идешь, тебе покажешь. Ну да. Такой график, иди спи, отдыхай. Слушай, вот сейчас, смотри, сейчас час ночи. Ну. Мне, блин, я сегодня не буду спать. Не надо. Но мне вот хорошо здесь, понимаешь. Хорошо тебе? Да, и бывает такое, что, почему мне здесь хорошо, потому что редко такое бывает, что ты там можешь что-то с музыкантами попеть, поболтать, вот так вот бутеры с икрой поделать, знаешь. И то же самое, как бы редко есть возможность просто сесть перед компьютером, смотреть какие-то дурацкие видосы, играть в какие-то шарады, накраситься, как придурки, там, я не знаю, на Хэллоуин мы красились, или там гулять по Дубаю, просто есть мороженое и ходить по улицам. Это очень редко бывает. И поэтому для меня это ценное время, и это классное время. Я видел, когда ты с Люсей Чеботиной выкладывала в ТикТоке видосы, и я видел твое счастливое лицо. Это значит, Клава отдыхает спокойно, никто ее не дергает. Ну, я счастлива, но бывают моменты, когда ты просто реально чуть-чуть устаешь. Безусловно. А мы сейчас про Егора вспомнили. Давайте вспомним легендарную его песню, можно назвать, припев песни «Моя невеста, ты моя невеста». Всем фанатам Егора Крида посвящается. Значит, фанаты Егора Крида, пишите ему в Инстаграм «Егор, приходи на музлофт». Обязательно. Моя невеста, ты моя невеста, если честно, мне с тобою так повезло. Моя невеста, ты моя невеста, мне интересно это наиву и лесу. Моя невеста, ты моя невеста, ты, если честно, мне с тобою так повезло. Моя невеста, ты моя невеста, это наиву и лесу. Там куплет еще прикольный был, что-то. «Твои родители меня не любят, ага». А у него еще клевая песня была. Надо ли, надо ли, надо ли. Та-та-ра-та-ра-тара. Надо ли, надо ли. Парафтун на картине, удали, удали. А ты смотри. Удали, удали. О, класс. Нифига себе. Впервые, впервые мы в музлофт не Губина сыграли, а Егора Крида. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой хаос! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хорошо готовлю. Хорошо готовлю. Серьезно? Да. Наше шоу смотрят много домохозяек. Расскажи какой-нибудь свой фирменный рецепт. Чего? Моего любимого блюда? Конечно. Не создание песни, а твоего любимого... Я очень люблю салат в креманках. Что это такое? В креманках? вот в таких вот как будто рюмочках. Да. Креманочка, понял? Да, понял. Вот. И ты кладешь на низ что-то хрустящее, например, огурчики, несоленые. Вот. У тебя создается один слой. Потом ты туда чистишь креветочки свежеотварные. Вот. Можно это заливать каким-то соусом. Ну, и ты делаешь слоеную историю. То есть, допустим, там огурчики, допустим, креветки. Я любила раньше добавлять ананасы. Что-то такое, знаешь, чтобы были такие вкусы. Потом можно добавить яблоко. И у тебя получается такое полуманго можно добавить. Можно сверху обязательно все это... Раньше я терла яйцо, когда еще ела яйца и сыр. И получается, что у тебя такая тарелочка со слоеной историей. И в эти слои можно все, что угодно делать. То есть, мне очень нравилось всегда экспериментировать. Это был мой любимый праздничный салат всегда. Вот эти креманочки делаешь, там штук 10. Всем вот так вот того, сего, пятого, десятого. Мы с мамой такие, что сейчас можно? О, давай сладенькое. А, нет, давай солененькое. Что-нибудь. Вот. И это классное блюдо. Я очень люблю, короче, экспериментировать. Мне не нравится постоянно готовить там одинаковый салат и его есть. Или я в ресторанах тоже всегда все заказываю разное. Поэтому давненько я не готовила. Бывает так, психуешь и идешь на кухню просто для себя готовишь? Нет. Уже нет? У-у. Я вообще не психую. Я уравновешенный в себе человек. Ну, я могу заказать что-то с голодухи, да. Ну, для себя как-то неприкольно готовить. То есть... Не то? Не то. Без души? Ну... А зачем себе готовить? Ну... Во-первых, некогда есть. Во-вторых, некогда готовить. В-третьих, намного быстрее заказал такой суп, перекинул, в машине съел. И все. Когда вот, ну, там, с семьей что-нибудь такое, это классно. Я очень жду того момента, правда, искренне. Когда ты позвонишь и скажешь, Стасян, ура, у меня есть для кого готовить. Я знаю, что ты поешь песню Эда Ширана, Ширана, которая называется Perfect. Это моя любимая песня. Yes. Моя самая любимая песня. Споешь? Ну, давай. Ну, на. Давай. Стасян, ура, ура. Стасян, ура. Стасян, ура. Я тебя держу. Пошли на сцены. Пой, пойдем на сцены. Ребята, с Новым Годом! Я нашла любовь. Я нашла любовь. Я нашла любовь. Маленький рот. Я нашла любовь. Пой, пойдем на сцены. Я нашла любовь. Я нашла любовь. Соло, а мы потанцуем. Просто с Новым Годом, ребята, с новым счастьем вас. С Новым Годом! Клава Кока была в гостях шоу Музлэфт. Астас Ярушин меня пригласил и станцевал со мной, и спел прекрасные песни, хорошие песни, лиричные песни и, конечно же, очень плохие. И мы обязательно еще Клаву пригласим к нам в шоу. Пишите комментарии, если хотите. Да, то, кто сейчас, мы должны, конечно, сказать всем, ребята, если вы посмотрели Музлэфт, переходите на канал Slow Slow Co и посмотрите шоу «Плохие песни» с нами сегодня в Новый Год. Мы там совсем другие, черт возьми. Мы вас любим! С Новым Годом! Спасибо тебе огромное! Ты фантастическая! Спасибо тебе! Что ты сказала? Спасибо тебе! Тебе спасибо! Отпускаем Клаву в Европу. Хотелось бы, конечно, больше посидеть и пообщаться. Да, к сожалению. Еще не вечер. Еще не вечер. Пока! Увидимся в 22-м году! Пока! С Новым Годом! Пацаны, вам спасибо за этот год, за то, что мы так все делали вместе и... Ну смотри, чтоб тебя потом не накрыло! Ребята, подведем итоги конкурсов. В выпуске Сосо Павляшвили мы разыгрывали два виниловых диска и условия конкурса были простые. Назовите наш дуэт Сосо Павляшвили. И побеждает вот эти два человека. Мы вас поздравляем. И в выпуске с Кириллом Туриченко мы просили вас в комментариях написать самый креативный новогодний тост. Мы выбрали и побеждает вот этот человек и получает приз. Это энергетический напиток от Кирилла Туриченко с его автографом. Ребята, выйдите, пожалуйста, с нами на связь, напишите вот на вот эту вот почту, которая появляется, иначе призы до вас не дойдут. И в заключение хотелось бы сказать спасибо огромное, что вы этот год провели вместе с нами на протяжении вот этих семи месяцев, как мы выпустили первый наш музлофт. Мы не понимали, что будет происходить, но мне кажется, у нас все получилось. Спасибо, что вас становится гораздо больше и в следующем году мы обязательно вас порадуем. новыми гостями, интересными гостями, ну а также мы подготовили для вас сюрпризы. С наступающим вас Новым Годом! Будьте счастливы, будьте здоровы и слушайте всегда только хорошую музыку. Увидимся в 22-м году. Пока!